Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы затронем тему, которая пронизывает буквально все, и которая очень модная уже в течение нескольких десятилетий. Более того, эта тема становится модней с каждым годом. Все больше и больше. Речь пойдет об информатике. И сегодня у нас в гостях замечательный гость, директор Института вычислительной математики и информационных технологий Мосин Сергей Кеннадьевич. Здравствуйте! А с вами журналисты Бигбов Альберт и Рустам Ваффин. Сергей Кеннадьевич, сегодня идут последние приготовления к завершению учебного года. Скоро стартует сезон ЕГЭ, а дальше начнется приемная кампания, в том числе и в Институт вычислительной математики и информационных технологий. И поэтому сейчас и молодые абитуриенты, их родители, они действительно озабочены выбором, проблемой выбора, куда идти, к чему душа лежит, как все сложится. И Институт вычислительной математики и информационных технологий — это преемник знаменитого ВМК, который сложился в настоящий бренд для тысяч казанцев, которые с гордостью говорят, я выпускник ВМК, а теперь скоро и сейчас уже говорят, я выпускник информационных технологий и вычислительной математики. Скажите, пожалуйста, сколько студентов примет в 2019 году в углавляемый вами институт на обучение? Добрый день, уважаемые телезрители. То, что касается Института вычислительной математики и информационных технологий, да, действительно, это бренд. В прошлом году мы отметили юбилей, 40 лет работы на Казань, на Республику Татарстан и на Россию по подготовке IT-кадров. По сути, это один из старейших факультетов был, в тогда еще Советском Союзе, теперь в России. 41-й год, мы по-прежнему в строю, мы бодрые, у нас много интересных планов, и, конечно же, мы очень рассчитываем обеспечить набор талантливых, интересных, умных студентов. В 2019 году, во время этой летней приемной кампании, в институт планируется поступление 236 студентов, это на бюджетную форму обучения, и примерно на 200 мест студентов на договорной основе. Это то, что касается первой ступени высшего образования, бакалавриата. Кроме того, в этом году мы планируем принять 120 магистрантов на первый курс. Это по бюджету, ну и примерно столько же по контракту. Если говорить про сами программы, по сути, Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета полностью закрывает всю линейку IT-специальностей, специальностей в области компьютерных технологий, информационных систем, информационной безопасности. Это семь направлений, каждый из которых имеет свою изюминку, свою привлекательность. Но самое главное, что отучившись по этим образовательным программам, выпускник становится востребованным на рынке труда. И в отличие от многих других образовательных учреждений, мы уверены в успехе нашего выпускника, поскольку в нашем образовательном процессе мы в первую очередь стараемся комбинировать практику с теорией, фундаментальную подготовку с закреплением практических компетенций. Когда я говорил, что это действительно модное направление, что вы можете сказать об интересе абитуриентов, насколько он большой именно к вашему институту? Интерес от года к году повышается, и к этому есть определенные предпосылки. Скажем так, если 20 лет назад, наверное, в одной десятой только части семей Российской Федерации был компьютер дома, один за него боролись, чтобы получить возможность на нем поработать, в настоящее время практически у каждого из нас есть свой карманный компьютер под названием смартфон, есть ноутбук, есть масса других гаджетов, которые подключают нас к интернету и делают участниками глобальной системы информатизации. Понятно, что для того, чтобы насытить весь этот рынок и продуктами, и услугами, необходимы разработчики, которые, с одной стороны, могут формализовать задачу и описать ее на языке программирования под конкретную вычислительную архитектуру, но самое главное, они должны понимать специфику и конъюнктуру задача на рынке программного обеспечения. Сейчас достаточно высокая конкуренция, которая, в общем-то, подстегивается тем, что во многих странах это такой существенный сектор экономики, но и естественно, что конкуренция на рынке будет становиться все серьезнее и серьезней. И в этом смысле фундаментальная подготовка она дает среднесрочную и долгосрочную перспективу для успеха выпускника Института вычислительной математики и информационных технологий. Сергей Геннадьевич, вы сказали, что в вашем институте семь направлений. Мы можем немножко кратко рассказать о каждом, потому что нас сейчас смотрят те люди, которые собираются поступать, соответственно, даже может не в этом году, а пока еще подростки, которым будет через два года, через три года, выбирают пути. Какие направления они могут знаний получить у вас? И по местам, если какое-то можно, хотя бы общее распределение дать, какие массовые, какие более нишевые. То, что касается направлений, давайте я по укропленным группам пройду. Первая группа — это математика и механика. Здесь мы реализуем два направления. Первая — прикладная математика и информатика. И второе направление — прикладная математика. Где востребованы выпускники вот этого направления? По сути, это промышленные компании, которые занимаются внедрением цифровых технологий в свои бизнес-процессы. Потому что основная задача выпускника — это математическая формализация объекта разработки либо бизнес-процесса с ориентацией на существующие используемые информационные технологии как инструмент поддержки. Второе направление — это фундаментальная информатика и информационные технологии. Это вторая укропненная группа. По сути, это направление, которое на мировом пространстве называется computer science — компьютерные науки. здесь формируется перечень специалистов, которые математический аппарат трансформируют в новые информационные технологии, востребованные на рынке. То есть это разработчики перспективных новых решений, новых разработок. Я так понимаю, это стволовая, да? По сути, да. То есть это... Стволовая структура вашего института? Одно из основных направлений, которые готовят базовых специалистов в области компьютерных наук с точки зрения фундаментальной подготовки и такого архитектора новых идей и новых решений. Следующее направление — это девятая группа — это информатика и учительная техника. Здесь также у нас представлены два направления — информационные системы и технологии и прикладная информатика. Информационные системы и технологии. Но все мы являемся пользователями в основном программных продуктов. И любой современный программный продукт — это сложная информационная система, подразумевающая и совокупность аппаратных решений, и программных решений, и определенный математический аппарат, и, как это ни странно, вопросы дизайна, удобства использования. То есть это очень такой наукоемкий и междисциплинарно емкий сегмент. Так вот, специалисты, которых мы готовим по направлению информационной системы и технологии, в первую очередь должны обеспечивать возможность разработки таких сложных информационных интеллектуальных систем, их внедрение в практику и последующее сопровождение. Это третье направление. Это, получается, уже четвертое направление. Соответственно, пятое — это прикладная информатика. Это тоже одно из таких базовых, ключевых, основополагающих направлений, которое ориентировано на приложение информационных технологий в конкретные секторы экономики. Образование, медицина, машиностроение, атомная энергетика — все секторы современной экономики, они так или иначе пронизаны цифровизацией, цифровыми технологиями, и нужны специалисты, которые будут поддерживать вот этот темп по внедрению, ну и самое главное — создавать новые инструменты, которые необходимы для повышения эффективности работы предприятий, снижения издержек, ну то, что в целом работает на улучшение показателей экономики. То есть это основные бойцы вот этого тренда на цифровизации, который даже сейчас национальных проектов задают. Абсолютно верно. Шестое направление, также очень актуально, это информационная безопасность. Десятая укрупненная группа. Информационная безопасность как, по сути, основа для защиты всего информационного пространства от недоброжелательных пользователей, назовем их так. Поскольку в настоящее время, ну и частная жизнь, и деловая жизнь многих людей непосредственно проходят в сети интернет, соответственно, есть возможность доступа как к персональным данных, так и к сведениям, которые, ну в общем-то, не хотелось бы разглашать, которые носят некую тайну, в том числе коммерческую тайну. То необходимо разрабатывать инструменты, средства, которые позволяли бы противодействовать атакам, снижать риски несанкционного доступа к информации. Ну и самое главное, делать работу в сети интернет, вообще в информационном пространстве надежной и безопасной. Здесь сразу необходимо отметить, что вот это направление мы реализуем совместно с нашими коллегами из института физики, но есть специфика. В институте физики специалисты по информационной безопасности в области аппаратных средств, аппаратных решений, у нас специалисты в области математических решений и программных. Харт и софт. Харт и софт. У меня такой вопрос, вот сейчас в нашей стране много вузов айтишной направленности, которые готовят специалистов для четвертой индустриальной революции, которая сейчас идет, да? Для чего там в нашей стране? У нас в Казанском университете есть физики, институт физики, где там очень серьезный блок связан с айти, у нас есть высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем, ИТИС в университете, там тоже готовят специалистов по информационным технологиям айтишников, чем ваш институт отличается от этих, от, скажем так, какая есть изюминка у вас, чем отличается от тех институтов, которые есть в университете, подразделений, и чем они отличаются от тех вузов, которые есть за пределами, может быть, даже Татарстана, которые считаются, ну, престижными? Тем, фишка, изюминка. Да, можно ли сказать? Фишка и изюминка. Они должны к вам прийти, и кто к вам должен прийти? Хорошо, прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте мне все-таки еще седьмое направление озвучить, это 38-я угрупненная группа, бизнес-информатика, ну, по сути, одно из исторически первых появившихся направлений по внедрению информационных технологий в сектор бизнеса, банковского дела, финансов и так далее. Речь идет о каких-то проектных менеджерах? Это комплексные специалисты, которые обеспечивают, скажем так, управление предприятиями, жизненными циклами, понимание ERP-систем, CRM-систем, анализ и оценка рынков, прогнозы, обработка, интеллектуальная обработка больших данных, то есть, по сути, это все те компетенции информационной среды. Абсолютно верно, под конкретный сегмент, то есть, это... То есть, это раньше было в советское время модное слово интеграторы, вот это вот, они интегрируют там большие машины ES в деятельность. Здесь приложение компьютерных наук и информационных технологий в банковский сектор. А теперь на мой вопрос. То, что касается отличий, ну, здесь необходимо отметить, что да, вопрос подготовки специалиста в области информационных технологий, он, наверное, менее проблематичен с точки зрения или по сравнению с подготовкой специалистов в области компьютерных наук. И здесь есть существенная грань, очень тонкая грань для, наверное, обывателя, но абсолютно явная для специалистов. Вот информационные технологии, по сути, это уже готовые решения, которые необходимо использовать на практике. По сути, это некий конструктор, который специалист, понимающий в этих деталях, должен использовать для построения своей машины, своей информационной системы, своего программного продукта. А вот специалист в области компьютерных наук, это тот человек, который, по сути, создает технологии будущего. То есть, те самые детали. Который сам разрабатывает вот эти новые детали, определяет их актуальность, востребованность, работает на перспективу, потому что любая технология, она имеет достаточно короткий срок жизни, ну, если говорить про масштабы развития общества. То есть, это короткая перспектива. И здесь очень важно не промахнуться, не ошибиться и предоставить инструмент, который будет конкурентоспособным и эффективным на рынке. Который захотят приобрести многие разработчики, и, соответственно, это будет некая история успеха вот этого специалиста в области компьютерных наук. Можно привести такую аналогию для страны, чтобы было понятно нашим зрителям, неподготовленным? Если брать, на основном, 19 век, то есть машинист паровоза, а есть человек, который изобретает паровой двигатель. Абсолютно верно. Соответственно, компьютерные науки — это изобретатель парового двигателя и постановки его на самодвижущую телегу и рельсы. Ну, его элементов, то, что потом позволяет получить полную, законченную систему. Специалист по IT-технологиям — это машинист. В 19 веке это была суперпрофессия, которая считалась космонавтом. Мне кажется, что здесь надо заходить, наверное, глубже. Все-таки вы очень интересно сказали, что это человек, который смотрит будущее. Это обезьянер, это сейчас та же такая появилась модная профессия, не знаю, когда она у нас в КФУ появится. Это евангелист, но евангелит бизнеса. Да и объяснишь, что такое евангелист? Это не профессия, а это, видно, это склад, это определенный определенная какая-то даже оторванность от этой жизни, но она указывает, показывает какие-то далекие манящие перспективы, одним глазком будущее. Вы ориентируете своих учеников на это? Однозначно да. Учите их мечтать? Абсолютно верно. Вот один из таких эффективных способов достижения успеха — это вообще способность креативить без вот этой мечтательности, без способности генерировать какие-то новые идеи, может быть, даже на текущий момент кажущиеся неприемлемыми или нереализуемыми в нынешних условиях. Это все то, что, по сути, определяет возможности будущего. Так или иначе, вот об этом зачастую не задумываются, но мы — творцы будущего. Вот что мы придумаем, то, возможно, через какое-то время будет реализовано и станет обыденностью следующих поколений. Футуристы? Отчасти да. И если говорить про глобализацию информационных технологий и потребностей в них, то здесь есть определенная уверенность, что выпускники института, отучившись четыре года в бакалавриате, при желании плюс два года в магистратуре, по сути, получают не просто ремесло. И более того, я всем нашим студентам говорю, мы не готовим ремесленников, мы не готовим исключительно специалистов, которые только руками могут созидать. Мы, в первую очередь, готовим ваши головы к тому, чтобы думать, принимать правильные решения, чтобы использовать всю ту фундаментальную, интереснейшую математическую подготовку для синтеза, для генерации новых идей и, по сути, формирования новых технологий. Вот поэтому так и модно, поэтому так к вам и рвутся. Но вот опускаясь с этих небес, с этих мечтаний на нашу грешную землю, хочется задать такой больной для многих родителей вопрос. А вот стоимость коммерческого обучения в вашей модной профессии. Ну, смотрите, когда мы говорим про стоимость, здесь все-таки надо понимать, что Казанский федеральный университет является федеральным государственным учреждением. Поэтому понятие прибыли, как таковой, не заложено во всех расчетах. То есть мы работаем по тем нормативам, по тем ставкам, которые определяются нашим генеральным заказчиком в лице Федерального министерства науки и высшего образования. Поэтому та субсидия, которая закреплена за бюджетными студентами, по сути, она же является основой для расчета стоимости по договору. Ну, есть система ЕГЭ. Она открывает широчайшие возможности для ребят из любых районов, любых регионов нашей страны поучаствовать в конкурсе и поступить в число бюджетных студентов, занять бюджетные места. Для чего, собственно, ее и делали? То есть это прозрачность, это единые возможности для всех. Но это конкурс, и как любой конкурс, в нем есть победители, кто прошли, есть, ну, я не могу сказать, что проигравшие, есть не вошедшие вот в число бюджетных студентов. Почему их нельзя назвать проигравшими? У них полное право найти источник финансирования не государственный, а внешний, и поступить в тот университет, на ту программу, которая интересна, которая является его мечтой. Ну, судя по количеству, недостатка нет. Недостатка нет, и я готов пояснить даже почему. То есть стоимость обучения, ну, если говорить конкретными цифрами, она из года в год индексируется пропорционально уровню инфляции в нашей стране, это официальные цифры Министерства экономики и финансов. В прошлом году самая минимальная стоимость была на уровне 122 тысяч рублей в год. Самая максимальная – 150 тысяч рублей в год. Ну, наверное, в этом году некоторая корректива пройдет, исходя из уровня инфляции. Да, пока не довели, да, если… Но интересный факт – это рейтинг одного из ведущих игроков на, скажем так, рынке труда компании Jobs.ru. Вот последние три года Казанский федеральный университет, а вернее, выпускники Казанского федерального университета по направлению информационных технологий и компьютерных наук входит в число пяти самых успешных на рынке труда со стартовой заработной платой в 70 тысяч рублей. Это не наша оценка, это независимая, внешняя, как говорится, прозрачная. Поэтому здесь очень легко посчитать, что, в общем-то, полгода, ну, хорошо, год работы выпускника, по сути, позволит полностью возместить затраты на обучение. То есть вы хотите сказать, что здесь как раз реализуется та концепция человеческого капитала. Что такое капитал? Инвестиция в свое будущее, в свою историю успеха. Которая должна окупаться, и она окупается достаточно быстро. Для ваших выпускников. Абсолютно верно. Я считаю, что вообще не очень правильно говорить о том, что поступившие на бюджет — это бесплатники. Абсолютно нет. Потому что это люди, которые вложились своим трудом, своим талантом, своими отчасти репетиторствами. Ну, отчасти удача была на их стороне, тоже этот фактор не надо. Ну, если помогает Господь Бог, нам-то вообще такой грех по этому поводу возмущаться. Но я считаю, что те, кто поступает по ЕГЭ, я так понимаю, это у вас достаточно высокие баллы надо заработать, чтобы к вам поступить, это люди, которые вложились в труда, возможно, намного-намного больше, чем те, кто, ну, родители, кому помогают и инвестируют. Ну, если даже положить руку на сердце, оценки не столь высокие, как вот даже на наших глазах, вот университет Иннополис, возьмите, стоимость обучения там на коммертиках миллион рублей составляет. Ну, и это даже не потолок, если брать уж бренды, Massachusetts Technology Institute, или там Stanford и прочее, там от двух, трех миллионов стоимость обучения в год. Так что цифры не пугающие, вполне... Ну, наверное, цифры могут пугать, но если объективно разложить всю картину и, собственно, оценить затраты, тем более у государства есть другие инструменты, возмещение обучения, это тот же материнский капитал, это возможность банковских, ну, почти беспроцентных суд на обучение. То есть это все такие бы элементы поддержки абитуриентов для того, чтобы они могли выбрать высшее учебное заведение по душе, выбрать направление, ну, и, собственно, реализоваться как специалиста и в последующем работать, укрепляя экономику страны. И все-таки вот такой немножко кайерный вопрос. Вот университет Иннополис, отличная программа образовательная. Насколько я знаю, там идет выдача дипломов международного образца Корнеги Меллан, институт, который там соучаствует в этом во всем. Хуже мы или на уровне? И в чем мы лучше? Вот смотрите, как говорят, цыплят по осени считают. Вот так же и эффективность работы университета вообще неправильно оценивать по баллам выпускников. И даже по зарплатам. Оценка эффективности, она должна определяться историей успеха выпускника. Насколько он, а, смог найти работу, работу по специальности, работу, которая удовлетворяет его потребности, работа, которая связана, ну, с интересными, перспективными сферами. Вот если говорить про выпускников института вычислительной математики и информационных технологий, они востребованы. Они все трудоустраиваются. Большая часть трудоустраивается по специальности. Почему говорю больше? Мы не готовим роботов. Мы не готовим людей, которые вот, если пришли условно учиться компьютерным наукам, то никакого другого выбора у них нет. У нас ребята прекрасно заканчивают бакалавриат с красным дипломом. А потом говорят, вот к моему великолепному базовому образованию по компьютерным наукам я хочу уйти в режиссуру, в театральную сферу, в литературу, то есть найти для себя еще другую сферу интересов, пройти магистрскую подготовку. А дальше я, говорит, уже определюсь, что мне интересно. Самое главное, что подготовка в институте вычислительной математики и информационной технологий позволила мне сформировать мое мировоззрение, мое системное мышление. Я умею думать, я умею принимать решения. Если я это буду делать, но условно не на рабочем месте, а в своей профессиональной деятельности, но на другом поприще, по сути это все равно приложение этих компетенций. Таких студентов немного, но они есть. Остальные, да, трудоустраиваются по специальности, соответственно, на хорошем счету, мы поддерживаем связь с большинством работодателей, особенно локализованных в Казани и в республике, потому что для нас важна обратная связь. А как работодатель оценивает качество? А всему ли мы научили? А не нужно ли как-то пересмотреть образовательный процесс и, например, ввести либо новые технологии, либо новые дисциплины, которые будут базу готовить? Рынок ведь тоже меняется. Студент поступает на первый курс, он учится 4 года в бакалавриате, за 4 года все технологии могут кардинально измениться. А образовательные программы, по сути, мы утверждаем еще до начала набора. Поэтому здесь, в институте, мы и обеспечиваем постоянный регулярный мониторинг, а что происходит на рынке, а что происходит в области высоких технологий, а нужно ли внедрять и актуализировать существующие дисциплины, внедрять либо новые модули, либо одни дисциплины менять на другие. Для чего это делается? Именно для того, чтобы по окончанию 4-летнего периода первой ступени высшего образования студент по-прежнему был в теме, он был актуален и мог непосредственно интегрироваться в бизнес-процессы работодателя. Скажите, а вы можете вспомнить, вы сказали о том, что ваши выпускники все трудоустраиваются и с хорошими зарплатами, соответственно. История успеха ваших выпускников, то, что вам запомнилось, в том числе и в рублевых эквивалентах, это важно. То есть, когда ваши выпускники становятся очень богатыми людьми, благодаря своим знаниям, талантам, известными, богатыми продуктам, которые... Вот, смотрите, я не буду называть имена компаний, потому что, ну, человеческий фактор, я могу упустить кого-то из наших постоянных партнеров, и, наверное, это будет несправедливо. Практически все ведущие IT-компании, которые локализованы в Казани, являются нашими партнерами и потребителями выпускников. История успеха. Часть из директорского корпуса этих компаний — это выпускники факультета ВМК. Часть выпускников сейчас локализованы в Силиконовой долине в Соединенных Штатах Америки и работают в компаниях, по сути, транснациональных компаниях, ведущих, которые мы все точно знаем. На слуху. Наши студенты проявляют себя, проявляют вот свои знания, в том числе на студенческой скамье. У нас был случай, когда наш студент нашел уязвимость в одной из также сейчас очень популярной сети, предоставляющей медиа-контент. По сути, если бы злоумышленники воспользовались вот этим черным входом, то в настоящее время медиатеки, самый крупный в сети интернет, в настоящее время бы уже не существовало. И, собственно, благодаря вот этому решению, его имя, его портрет находится в зале славы этой компании. А название компании вы не назовете? Ну, это YouTube, это Google. Это звучит очень-очень так, это вкусно. Поэтому, когда мы говорим про высокое качество, все ребята разные, каждый проявляет себя в своей сфере, в своей области. Каждый имеет собственные амбиции. Поэтому здесь было бы неправильно, наверное, как-то разделять их персональную историю успеха, но то, что каждый из них ее имеет, и действительно мы получаем слова благодарности за ту подготовку, за те знания, и, в конце концов, тот диплом, который открывает любые двери выпускнику Института вычислительной математики и информационной технологии. А вот здесь, в смартфоне, есть приложения, которые разработаны вашими студентами или вашими выпускниками? Ну, скажем так, наверняка есть. И это те приложения, которые реализуются крупными компаниями. Но, к слову сказать, вот этот аспект разработки, скажем так, мобильной разработки, он сейчас действительно становится все более и более актуальным и важным по той простой причине, что постепенно общество уходит от компьютера в привычном понимании. Вот весь информационный процесс сейчас переходит в так называемые облака. Модное слово, клауд-системы, облачные вычисления. По сути, это хорошо известные десятилетиями клиент-серверные технологии. Но клиент-серверные технологии — это, с точки зрения менеджмента, долгое, скучное, нудное название. Намного красивее — облачные вычисления. Соответственно, облака — это то тяжелое аппаратное обеспечение, которое, по сути, заменяет наши в прошлом домашние компьютеры. А доступ к информационным ресурсам, к сервисам, к программам осуществляется через тонких клиентов, либо через смартфоны, либо через планшеты, через мобильные гаджеты. И в этом смысле, когда у каждого, по сути, жителя планеты один или два смартфона, а иногда и больше, причем не только у взрослого населения, но и у детей, это уже неотъемлемая часть. И зачастую дети даже быстрее учатся работе с какими-то новыми фичами, как это модно сейчас говорить. Не зачастую, а на порядок. Ну, я, чтобы не обидеть старшее поколение, в этом смысле у нас как раз и появляется потребность в кадрах, которые будут разрабатывать новые интересные программы. Вот в настоящее время наибольшая конкуренция именно в секторе, в сегменте мобильных приложений, мобильных разработок. Почему? Минимальные затраты, то есть не нужны станки, не нужна условно-атомная станция, чтобы питать какую-то производственную линию, не нужны сложные технические средства. Что нужно? Голова и компьютер с информационной платформой в виде либо среды разработки, по сути, программного инструмента, который позволяет создавать собственное решение, собственное решение, собственное средство. Сергей Геннадьевич, нас сейчас смотрят будущие абитуриенты, их родители, и они вас слушают и говорят, да, вот сейчас модно мобильные приложения. Но вот мы поступим, надеюсь, поступим мы в институт, отучимся несколько лет, а там уже будет что-то другое. И вот вы, как визионер, можете хотя бы в общих чертах сказать, что перспективно будет в ближайшие 10, 5, 15 лет. Да, 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 я хочу дополнить вопрос. Какие направления, да, буду? Я хочу дополнить вопрос, потому что вы сказали, что ваша задача — учить будущее, видеть будущее, которое еще не видит никто. Вот это приоткроет нам это будущее. Поделитесь вашими делами. Ну, смотрите, в любом случае, будущее, оно базируется на тех технологиях, которые создаются сейчас. Причем это не только информационные технологии, но это новые материалы, это физика процессов, это переход на принципиально иную элементную базу. То есть то, что, по сути, обеспечит переход, я надеюсь, к пятому поколению вычислительных систем, которые будут работать по принципу, ну, наиболее многообещающей технологии — это будут квантовые вычислители, квантовые компьютеры. Соответственно, там совершенно другие скорости, а производительность вычислительной системы, по сути, определяет вкус у потребителя. Закон Мура будет действовать? Закон Мура... Ну, давайте не будем касаться закона Мура, потому что на самом деле профессор Гордон Мур, в общем-то, не думал на десятилетия, он просто определил некую тенденцию на короткий промежуток времени в эру как раз интенсивного, бурного развития интегральных технологий, то есть переход от систем первого поколения к системам второго поколения, то есть от механики и электронных ламп, то есть от реле и электронных ламп, переход, собственно, в область транзисторов и от транзисторов к интегральным схемам. Прошло буквально, ну, 40, ну, 50 лет, то, что раньше занимало, по сути, несколько футбольных полей, сейчас умещается в кармане школьника, причем на несколько порядков с большей производительностью, поэтому технология меняется, и это открывает как раз возможность для активного, интенсивного внедрения в нашу повседневную жизнь, а дальше законы экономики, то есть если это выгодно, это будут развивать, это будет продолжать жить. Искусственный интеллект, о котором так много говорят, когда, на ваш взгляд, наступит сингулярность? Ну, мне все-таки намного ближе и приятнее говорить про интеллект наших студентов. Вот искусственный интеллект, существуют разные трактовки, разные определения, но, по сути, если так независимо подойти, искусственный интеллект — это набор математических методов и моделей, которые позволяют предсказывать определенные закономерности, или, скажем так, выстраивать определенные закономерности, и потом на их основе обеспечивать предсказание, обработку шаблонов. Это все происходит быстро, и кажется, что да, действительно, за всем этим кроется какой-то искусственный интеллект. Но, по сути, это хорошая производительность вычислительной машины и мощный, сильный математический аппарат. Почему сейчас мы очень активно говорим про искусственный интеллект? Ну, потому что современные вычислительные системы стали настолько мощными, что математический аппарат, разработанный примерно, там, 40-50 лет назад, только сейчас стало возможным реализовать в виде программ, реализовать на практике. Математика не изменилась, она осталась точно такой же. Но как только появились эти программы, и уже на практике, не в теории, а на практике удалось увидеть, что да, за этим что-то кроется, и это дает определенный эффект, этим стали очень активно заниматься, и в том числе с позиции математической проработки. Стали появляться новые подходы, новые архитектуры этих самых нейронных сетей, новые способы их организации. Но если это математическая модель на бумаге, ну, можно доказать ее работоспособность, но эффекта при этом практического это не даст. А вот когда эту модель можно реализовать и, по сути, обеспечить построение программной реализации, программной модели, которая уже начинает работать, а потом обеспечить еще и аппаратное сопровождение, то есть реализовать нейронную сеть аппаратно, что еще больше ускоряет время обработки. Ну, вот это все и предоставляет новые возможности. Вот я Netflix, например, смотрю, и он прям выбирает все мои предпочтения. У меня такое чувство, что он меня знает лучше, чем, допустим, окружающие меня близкие люди. То есть я иногда удивляюсь, насколько это вложится в точку, то, что он предлагает. Вроде бы онлайн-сервис. Один из лучших, конечно. И вот искусственный интеллект, я глубоко убежден, что наш институт вычислительной математики и информационных технологий уделяет самое пристальное внимание этому изучению. Абсолютно верно. То есть вопросы, связанные с искусственным интеллектом, с, по сути, основой, это искусственные нейронные сети, когнитивные технологии, системный анализ как основа построения. Потому что в любом случае нейронную сеть надо обучить. Для этого используются шаблоны. Построение шаблонов базируется на не структурированной информации, а самый такой хаотичный способ мышления только у человека. Мы можем использовать разные слова, чтобы описать свои эмоции, чувства. Это сложно поддается такой формализации. Поэтому из всего многообразия необходимо сформировать некое подмножество шаблонов готовых форм, с ними ассоциировать какие-то действия, предпочтения, желания. Но и все это, по сути, системно загрузить в нейронную сеть, научить, что вот это будет вызывать такую реакцию или вызывает такую реакцию. А вот такой процесс с его характеристиками вызывает у человека вот такую реакцию. А дальше все, нейронная сеть, обучившись, она начинает в ассоциативном режиме обрабатывать поступающую информацию. То есть ты правильно понимаешь, что при наличии подобных сетей и заключении в небольшой аппарат, ну, вставив его в робота, то ты получаешь друга, который лучше тебя знает. Ну, по сути, да. И с ним можно даже какой-то элемент эмоционального контакта получить. Ну, хотя бы не он, а ты будешь получать. Ну, вот как раз в этой связи одно из таких очень активно развивающихся направлений в настоящее время является направление, изучающее человека, машинный интерфейс. Юзабилити. Это даже не юзабилити. Это уже именно возможность выстраивания контакта между слабоинтеллектуальным железом, потому что в настоящее время железо способно обрабатывать и выполнять только те задачи, которым человек ее научил. То есть это взаимодействие между информационной системой и человеком. Сокращение дистанции, расстояния, чтобы не только специалист мог работать с системой, но в том числе и рядовой пользователь, и чтобы вот все его идеи, мысли непосредственно можно было передавать в эту систему информационную, информационно-вычислительную для обработки и получения некого результата, некого продукта. То есть это Алиса, которая есть в Яндексе, это пример, сбор информации, сбор информации, которая потом со временем будет просто накачиваться, накачиваться. Абсолютно верно. И, Сергей Геннадьевич, кстати, вот этот весь сбор информации, это полагает, что огромные-огромные массивы информации, то, что мы называем бигдата, одно из самых модных сейчас направлений. Ваш взгляд на бигдата, есть ли, как наш институт занимается этим направлением? Ну, объективно говоря, вот все, что касается искусственного интеллекта, больших данных, высокопроизводительных вычислений, квантовых вычислений, интеллектуального анализа данных, это все направления, непосредственно связанные с институтом вычислительной математики и информационных технологий. Это наша зона ответственности. Большие данные, да, по сути, развитие аппаратных ресурсов позволило накапливать любую информацию о всем. Мы можем хранить любую информацию обо всем. И, в принципе, вот в этом огромном стоге сена, а правильнее сказать, вот в этом огромном ведре мусора информационного, то, что информация обладает ценностью только тогда, когда понятно, что это и как этим воспользоваться, пока это склад, это, ну, менее ценный объект. Так вот, Big Data и открывает возможность из этого склада, по сути, сделать привлекательный продукт и получить оттуда ценнейшую информацию на уровне зависимостей, закономерностей, то, что лежит в основе предсказательных технологий, выстраивание трендов. Прогностика, ведь сейчас это основа развития, ну, и государства, и экономики, каждой конкретной компании, потому что время принятия решения, в общем-то, определяет историю успеха. Чем меньше времени мы потратим на правильное решение, тем у нас большее будет конкурентное преимущество в реальной борьбе. И в этом смысле вот эти инструменты обработки больших данных, интеллектуального анализа данных, это исключительно математические инструменты по формализации отношений внутри этих данных, выстраивание причинно-следственных связей, сокращение размерности информации, ну, и по сути, вот из стога сена мы имеем возможность за одно движение извлечь нужную нам, нам, только нам, соломинку, иголку. А скажите, вот я сейчас немножко хочу вернуться к родителям и детям. Одна из таких распространенных, очень негативных реакций у старшего поколения, это дети, которые постоянно сидят в гаджетах, и, то есть, даже где-то слышал, что начинается, ускоряется эволюция и якобы большой палец руки у современного поколения длиннее становится, ну, это не генетические изменения, тем не менее, более удобно работать с гаджетами, то есть более развитое постоянное использование. Как правило, родители это очень сильно беспокоят. И частенько я слышал такие споры, даже я в них сам участвовал, а может быть, просто новый этап эволюции. Сейчас новому человеку может не нужно там бегать, вгонять футбол с утра до вечера, на улице, когда гоняли, например, мое поколение. Уметь вот пальчиками работать с этими гаджетами, какие-то нарабатывать, пускай в играх, нарабатывать какие-то навыки, это более востребовано будет для них в будущем, чем вот пинание мячика. Хотя это физкультура, понятно, что есть еще наш организм, есть наша физиология, которая требует физзарядок, физнагрузок, но для головы, для будущего важно знание именно. Это новый тип человека, который человек гаджет. Вот эти дети, которые, что сильно страшно, пугают их родителей, их зависимость от интернета, от гаджетов, как вы, в ваш взгляд, что это... Можно ли успокоить родителей, или пускай дальше боятся и пытаются этим бороться? Ну, смотрите, проблема действительно такая существует, и она, к сожалению, актуальна и по настоящее время. Но, так или иначе, развитие техники и технологий, проникновение новых инструментов, новых изделий, новых продуктов в повседневную жизнь, так или иначе, будет трансформировать человека. Те же 60 лет назад появление телевизора, ну, сидели же перед экраном, облучались перед этими электронно-лучевыми трубками, смотрели сериалы, смотрели телевизор, сажали зрение. Но, если говорить про сегодняшний день, и тогдашние бабушки себя ругали... Но, вроде бы, вроде бы зависимых, вот там, телезависимых у нас не так много. Когда мы говорим про гаджеты, но, опять же, это проблема, скорее, мобильности, или не проблема, а специфика, мобильности этих устройств. Они доступны, они в кармане, они постоянно под рукой у маленького человечка. Да, он туда залезает. Самое главное, это пристрастие на уровне контента. Это игры, это определенные информационные ресурсы. Вот здесь, да, есть определенный риск, чтобы через азарт, через некую, хорошо, если поправимую, трансформацию психики, все-таки не уйти от нормального развития. Но ведь доказано, что здоровый образ жизни, физкультура, спорт, комплексное, целостное воспитание человека способствуют, в общем-то, формированию личности, а это все, это, ну, скорее, технология. И в этом смысле мы просто гордимся нашими студентами, ведь существует стереотип, айтишник – это ботаник. Это такой больной, постоянно со справками, сгорбленный, в очках, с длинными большими пальцами, поскольку он постоянно работает на гаджетах. Ну, чуть ли не калека. Чуть ли не калека. У нас прекрасные, прекрасные ребята и в спорте, и в культурно-массовой работе, и в волонтерстве. Регулярно становимся призерами студенческой весны. Ребята с просто энтузиазмом проводят всевозможные выездные мероприятия именно на свежем воздухе, чтобы никаких компьютеров, чтобы переключиться просто на личное общение. Да вы прям пифагорейцы какие-то. Отчасти да, и в принципе мы гордимся, что это традиция института. Это не просто вот как бы наш вызов, или вот мы хотим быть непохожими на других. Нет, это норма жизни, и в институте это воспринимается абсолютно нормально. А то, что касается гаджетов, тем более компьютеров, то, что все-таки смартфон, ну, это скорее не профессиональный инструмент, настоящий разработчик, он использует более удобные для работы инструменты. Так вот, в этом смысле, компьютер, да, это рабочее место, это инструмент. И специалист в области компьютерных наук, информационных технологий, но он будет это использовать. Вы думаете, менее опасно или менее вредно стоять у станка? Или на атомной станции? Там-то как раз с безопасностью все нормально. Уран закидывать в реактор лопаты. А скажите, можно ли посоветовать родителям, например, подбирать, если это неизбежно, да, дети и компьютеры, подбирать такие программы, игры, которые помимо, ну, эмоционального выплеска дают еще и познавательные, например, там, обучение языкам. То есть какие-то программы, которые в процессе игры ты получаешь еще и знания. И может быть, можно даже, я не знаю, может ли вы сейчас это сделать, но может мы какой-то список посоветуем, да, ребят, посмотреть, что у ваших детей там, подставьте вот это хозяйство к ним, пускай они играют в эту игру, потому что они все равно получат эмоциональный выплеск, выучат язык, научатся каким-то особенностям, правилам поведения, я не знаю, ну, множество, то есть каких-то вещей, которые можно, наверное, выучить через такие, через игру. Вот, смотрите, все-таки детям я бы из широкого экрана не стал бы рекомендовать что-то конкретное, это все такое специфическое, и, наверное, специалисты в области педагогики, особенно разного возраста, педагогики должны осуществлять в школах, в колледжах, в лицеях, возможно, целесообразно соответствующие программы повышения квалификации для родителей устраивать, в том числе, но, что я хотел бы сказать, что вообще любая программа, как практически любой объект в нашей жизни, может быть созидающий, а может быть разрушительный, это как вот та дилемма с топором, это инструмент или это орудие. Вот то же самое с программным обеспечением. Вопрос, кто его разработал и с какой целью. Здесь тоже важно понимать, что у разработчиков цели могут быть разные. Один, проявить себя своей талантой, создать некий продукт, который будет радовать, а другой с заложенными специфическими элементами, которые, наоборот, будут провоцировать психику ребенка на некий деструктив. Поэтому здесь очень важно для родителей все-таки, может быть, не очень тотально, но обеспечивать контроль за тем контентом, который ребенок, доступ к которому ребенок получает. Потому что детская психика и детское сознание не всегда может определить, вот что хорошо, что плохо. Для него это все пока объект познания и то, через что он учится для вхождения во взрослую жизнь. Поэтому как раз старшие поколения и должны через процесс воспитания, через вот такое прививание вкуса, культуры, в том числе и культуры работы с соответствующими инструментами, компьютерами, смартфонами, планшетами, формировать правильное поведение у подрастающего поколения. Сергей Геннадьевич, вот было сказано много интересного о таких действительно зажигательных темах бигдейта, искусственного интеллекта и разного рода прикладные аспекты. Хочется вас спросить о научной деятельности института. Какие наиболее прорывные проекты вы можете назвать, чем можно гордиться, чтобы мы это все услышали. Все это мы услышали и зажглись. Смотрите, здесь я бы тоже две ветки ответа бы сформировал. Любое исследование оно вообще бывает прикладным, а бывает фундаментальным. Вот с точки зрения фундаментальных решений, наверное, в настоящее время одно из таких перспективных, очень прогрессивных и в ближайшее время востребованных направлений будут квантовые вычисления и квантовые технологии. И здесь Казанский федеральный университет в целом и Институт вычислительной математики и информационных технологий в частности являются одними из лидеров как в России так и в мире. Это очень интенсивно развивающееся направление, но новое. Пока еще никто не приблизился к технологии, то есть все ожидают этот шаг. И в этом смысле у нас есть в институте несколько таких мощных научных групп, которые вовлечены в сферу именно через математическую трансформацию, математический аппарат в сферу квантовых вычислений и применение квантовых вычислений к вопросам информационной безопасности на уровне шифрования и криптографии и к вопросам построения новых алгоритмов для систем искусственного интеллекта. чем быстрее будет работать система искусственного интеллекта, тем больший объем задач она сможет решить, либо тем быстрее она будет решать какую-то одну большую сложную задачу. То есть это сокращение времени. И в этом смысле переход на квантовые алгоритмы и квантовые технологии это один из путей по сути того самого прогнозирования будущего и не просто прогнозирование, а еще и созидание неких основ для перехода в эру, в сферу квантовых технологий. А зарубежные коллеги как воспринимают эти достижения? Мы равноправные участники этого процесса. Я имею ввиду коллег Института Вычислительной математики информационных технологий и зарубежных коллег. Более того, на площадке Института мы два года подряд проводим специализированные научные международные конференции, на которые приезжают ведущие специалисты, это топ-100 самых именитых в этих вопросах специалистов, ученых, что говорит именно о признании Казанской школы, о признании вклада ученых Института Вычислительной математики информационных технологий, в развитии этого направления. То есть есть уже международная известность, международные соревнования? Есть известность, есть контакты, есть совместные публикации, то есть это работа, но по сути, в таком распределенном международном научном консорциуме. Это то, что касается фундаментальных вещей. Понятно, что здесь же в вопросах фундаментальных научных решений лежит и весь тот математический аппарат, который ориентирован на цифровое моделирование. Это численные модели, позволяющие отшлять численные или компьютерные моделирования процессов. Но чтобы эти процессы понять, необходимо рассмотреть и механику, и физику, и химию происходящего. То есть по сути это такое комплексное исследование, комплексный процесс изучения по-прежнему, изучения мира, изучения объектов с тем, чтобы можно было описывать происходящее математическим языком, ориентированным не просто на аналитическое описание, на совокупность формул, а пригодных для последующего использования на компьютере с использованием средств вычислительной техники. Прикладные аспекты. Ну, здесь очень, скажем так, большой спектр задач, начиная от опять же модного и пока еще неупоминаемого сегодня вопроса использования распределенных реестров, то есть блокчейн технология, то, что обеспечивает некую прозрачность, открытость работы с базами данных и, соответственно, некий элемент устойчивого развития информационного общества. Более того, здесь необходимо сказать, что в конце позапрошлого года Казанский федеральный университет выполнил очень интересный пилотный проект по внедрению блокчейн технологий в архивное дело Республики Татарстан. Это пилотный проект и по стране. Он очень успешно прошел и одной из значимых ролей играли именно в математической проработке и в реализации специалисты из Института учредительной математики и информационных технологий. И самое главное, что это не просто наука, которая самостоятельная, это наука, которая позволяет формировать новые знания и приобретать опыт, в том числе профессорско-преподавательскому составу, для того, чтобы на следующем шаге все это пошло в образовательный процесс. И на этих живых реальных проектах, чтобы можно было уже осуществлять подготовку обучения студентов. И соответственно вот уже с прошлого года были инициированы и курсовые работы, и выпускные квалификационные работы на эту тему. Все. А это как раз и есть элемент того самого евангелизма и миссионерства, когда по сути мы открываем технологии для общества. Скажите, вот вы упомянули о том проекте с блокчейном, который реализован, один из первых в России, это связано с архивным делом. В результате этого проекта что получили пользователи архивов соцслонга, что изменилось в их поиске, я не знаю, что изменилось там, что помогает обычному человеку в жизни технологии блокчейн в достаточно узком архивном деле Татарстана. Ну, может быть... Вот он физически приходит, садится, и как это происходит? Как он узнает блокчейн, это и не блокчейн? Вот смотрите, любая технология, современная информационная технология, в первую очередь, она должна быть невидимой, но должна обеспечивать простоту и легкость удобства работы пользователя. Вот то, что касается блокчейн-технологии, внедренной в данном случае в государственном архиве, по сути, это решение, которое, в первую очередь, не для рядового пользователя, а для архивариусов и специалистов, которые вовлечены в этот процесс. Вот раньше процедура загрузки и передачи архивных данных, получения этих данных, постановка на баланс, инвентаризация, ведение сопровождения, то есть это все занимало очень много времени. И были возможны, ну, некоторые ошибки, погрешности, связанные, в том числе, с человеческим фактором. Вот то, что касается блокчейн-технология, это инструмент, который позволяет сократить временные затраты, повысить удобство и, самое главное, обеспечить более высокую надежность по качественному, по качественной передаче информации на хранение. Для других сфер, там будут, наверное, другие последствия, но, в любом случае, любая информационная технология, в первую очередь, своей целью ставит именно удобство конкретного конечного пользователя. Именно это и делает ее привлекательной. Соответственно, вот направления, которые еще культивируются и развиваются в институте, с прошлого года институт учительной математики и информационных технологий стал такой точкой ответственности за развитие и внедрение цифровых технологий в медицину и здравоохранение. И в этом смысле через институт мы сейчас будем развивать междисциплинарность, вовлекать в проекты, ориентированные на цифровизацию медицины, и институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Причем, как профессорско-преподавательский состав, так и студентов. Это будет и институт физики, институт математики, институт экологии. И самое главное, площадкой трансфера, внедрения полученных решений будет выступать медико-санитарная часть Казанского федерального университета. То есть клиника по вашему счету? По сути дела, это работа не просто на какую-то идею, на абстракцию, а это все ориентировано на конкретные запросы, потребности реально практикующих врачей, пациентов клиники, приписанного населения, для того, чтобы упростить многие процессы, а самое главное, повысить качество медицинского обслуживания. По поводу медицины, кстати, я недавно смотрел лекцию, выступление Матвея Говоруна, если не ошибаюсь, Говорун, Матвей, может быть, ошибаюсь по имени, это профессор, очень известный специалист как раз в новой медицине, в новых клиниках, и он там привел такой интересный пример о том, что уже реально внедрено кое-где, возможно, даже в Ярославле, когда метод современной диагностики человек отсылает скан свое селфи в компьютер, каждую неделю делает селфи свое, и отсылает свою базу данных, и там уже машина за счет этой динамики изменения каких-то точек рэперных в лице, человек, который сам не заметит, даже врач не заметит, или врач должен быть очень опытный врач, который может по лицу заметить изменения какие-то патологии, а машина достаточно быстро определяет, и соответственно, за счет вот просто ежедневного, еженедельного селфи регулярного, человек получает определенный набор данных, по которому она говорит, что парень, у тебя печень проблема, парень, у тебя там, у тебя сейчас пока нет проблем, хорошо, парень, хватит пить, и начинать есть, да, соответственно, вот это решение, я это понимаю, напрямую связано именно с вашими работами, в будущем, в наших клиниках, потому что, как житель Казани, который, ну, не является пациентом клиники, и надеюсь, очень долго еще не будет, но тем не менее, рано или поздно медициной придется воспользоваться, и такая возможность, чем ходить по чередям, а тут ты просто отсылаешь, это же очень просто, это просто, ты каждый селфи всегда раз в неделю отсылаешь, и у тебя через месяц или через год, у тебя... Вот тот пример, который вы привели, по сути, это и есть демонстрация непосредственного приложения знаний в области компьютерных наук, как то обработка изображений, накопление больших данных, интеллектуальный анализ этих данных, применение теории принятия решений и формирование некого предсказания, некого заключения, рекомендации, что делать и как быть в этом конкретном случае. Это все, по сути, и есть, казалось бы, область применения медицины, но это и есть как раз пример использования методов и средств цифровых технологий. Когда такие возможности будут в казанской клинике, скажите? Мы уже сейчас работаем над этим, и по секрету скажу, что один, одной из приоритетных, сейчас выделенных, пилотных направлений, это сердечно-сосудистая медицина, а именно работа с здоровым населением по предупреждению сердечно-сосудистых катастроф. Это обработка медицинских данных, по которым можно, по сути, врачу и пациенту давать рекомендации, на что обратить внимание, какие возможны проблемы со здоровьем, с тем, чтобы предотвратить острые проявления, не доводить до инфарктов, соответственно, если неврология до инсультов, ну и других острых, очень неприятных, и самое главное, на фоне нашей страны массовых проявлений. И экономически разрушительных, в том числе. И в этом смысле, когда мы говорим про нашу миссию по применению математического аппарата для цифровизации медицины, что это должна быть ориентация не на больное население, когда по сути житель страны доведен уже до болезненного состояния, и мы боремся с последствиями. А это как раз реализация концепции медицины для здоровых. Чтобы предсказывать, предугадывать и не доводить до уже проявления болезни, а купировать все это на ранних стадиях, когда еще не поздно, и для этого существует все необходимое. Откуда вы будете брать данные для обработки такой информации? Это можно об этом сейчас говорить? Это селфи, сдавать кровь надо? Конечно, можно. В первую очередь мы планируем использовать официальные достоверные данные, которые обеспечивают диагностическое оборудование, установленное в медсанчасти в медсанчасти. Это результаты лабораторных исследований, которые проводятся в Казанском федеральном университете. Поскольку это достоверная выборка, и на ее основе мы действительно можем формировать а, цифровую медицинскую карту пациента, и это цифровой след его здоровья на протяжении всей жизни. и можно в общем-то ретроспективно понять, а где, в какой момент, что произошло, опять же, установить причину следственной связи. А это все будет обеспечивать получение новых знаний и опыта для того, чтобы в последующем ничего подобного не происходило. То есть пока вот такого зримого решения, когда миллионы людей каждый понедельник в 6 утра щелкают, отправляют своему электронному врачу, пока такого решения еще нет. То есть это надо все-таки пойти сдать кровь как-то еще и потом уже компьютером будут обрабатываться. Ну, смотрите, естественно, существуют методы постановки и установления диагноза по каким-то внешним показаниям, но наиболее достоверно все-таки по итогам лабораторных исследований. Поэтому, конечно, здесь должен быть симбиоз. И только со временем, когда это... И одни и другие инструменты, они должны войти в практику. здесь, как говорится, степ-бай-степ, мы, конечно, к этому придем шаг за шагом, постепенно. Лиха беда начала. Мы приступили к решению очень интересных практических задач. И самое главное, что это работа интересная, интересная, наука емкая и востребованная. Она нужна каждому, поскольку от успеха решения, казалось бы, айтишной задачи, по сути, будет зависеть, громко скажу, но здоровье нации. А когда примерно это будет внедрено в клинику? Можно ориентировочно до конца этого года первые решения уже будут внедрены? Сергей Геннадьевич, мы услышали столько интересного и столько зажигательного. И вот я размышляю, если раньше говорили математика царица наук, то у меня уже начинает складываться, что ее дальнейшая реинкарнация это информатика царица наук. Вот этот вещь междисциплинарный подход, это визионерство, это заглядывание в будущее. Это было очень интересно и познавательно. Хочется поблагодарить вас за столь интересный зажигательный рассказ о институте, о том, почему надо выбирать институт вычислительной математики и технологии, информационных технологий и большая благодарность уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях был замечательный собеседник, директор института вычислительной математики и информационных технологий Мосин Сергей Геннадьевич. Большое вам спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин